В крупнейшем агрокластере Фудсити открылись торгово-выставочные представительства государств-членов Евразийского экономического союза, а также стран, входящих в ШОС, БРИКС и ОСИАН. Знакомиться с торговыми павильонами решила сегодня Анастасия Тимоничева. Ну какая же Белоруссия без драников? И вот сегодня в честь открытия выставочного павильона здесь угощают драниками, но не простыми. На них написано волшебное, особенно для всех девушек, слово фитнес. Фитнес-драники, которые, видимо, безопасны для фигуры. Вот буквально сейчас у нас новая партия. Расскажите, вы просто вот достали из этой упаковки какую-то смесь, что туда добавили, как это готовить? Два яйца, и всё, смесь готова. Разогреваем сковородку, наливаем масло и жарим. То есть несколько минут буквально, и всё готово? Здесь уже внутри есть картошка, вот я смотрю, в составе. Картофель тёртый, кабачок тёртый. Именно, наверное, из-за этого они фитнес-драники, да, считается? Да. А так-то, вот я смотрю, мука пшеничная тоже есть. Ну там совсем её немножко абсолютно. То есть лучше всё равно не злоупотреблять, если следишь за фигурой. Ну вот мы сейчас попробуем. В первой половине дня всегда можно это кушать. Вот, отличный совет, да. В первой половине дня, я тоже всегда говорю, что в первой половине дня всё можно. Сейчас ещё почти первая половина дня. Вот здесь есть готовые уже драники с кабачками. Мы сейчас их попробуем. И есть обычные драники, классические. Ммм, на самом деле очень вкусно. Я, пожалуй, возьму с собой ещё к вам обязательно вернусь. В общем, сегодня здесь действительно в Фуд-Сити праздник, потому что четыре страны, это Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения, открыли свои новые павильоны. Вот напротив как раз-таки павильон Казахстана. И для чего же сделается это, мы сейчас поговорим с представителем как раз-таки. Вот, смотрите, Андрей, вы видите, я тут уже завтракаю и обедаю. Пойдёмте мы с вами чуть-чуть поговорим. Скажите, по какому принципу вообще страны выбирали? В чём смысл этих торговых площадок таких совместных? Смысл подобных торговых площадок восстановления не то, чтобы даже старых коммуникационных торговых связей, такого товаропроводящей системы, сколько формирования фактически новых. Это, конечно, можно даже сравнить в некоторой степени с старым советским ВДНХ, но здесь будет совсем всё по-другому, потому что здесь будет не только выставка, но это выставка, где можно будет купить абсолютно любой продукт, и все участники между собой, наладив кооперационные связи, могут расширять просто рынки сбыта, что, например, категорически важно для нашей экономики. Да, такой своеобразный ответ с санкциям. А будет ли здесь вот дешевле, чем, скажем, там в интернете купить? Там же сейчас всё можно купить, в принципе, и армянские блюда, или какие захочешь. Здесь будет, конечно же, во многом дешевле. Например, сейчас выступал представитель, один из министров правительства Казахстана. Он сказал, что мясо здесь дешевле, чем в Казахстане. Можно себе представить, да, какой это уровень, потому что Казахстане как минимум должно быть дешевле, чем у нас, по идее. Спасибо, спасибо, Андрей. И хочу сказать, что в ближайшее время здесь откроются ещё дополнительные павильоны. Всего планируется 120 торговых точек из всех регионов страны, нашей, и в том числе из соседних. Так что приходите и пробуйте, особенно сегодня, пока тут угощают.